Тема серьезная и даже трагическая. На заседании регионального правительства обсудили вопросы снижения уровня младенческой смертности. Показатель в начале 2016-го был пугающим. Рост на 50% по сравнению с аналогичным периодом. В 2017-м ситуация нормализовалась. За 5 месяцев 3,3 промилле. Вполне европейский показатель. Самые низкие значения младенческой смертности по данным Всемирной организации здравоохранения регистрируются в странах Западной и Центральной Европы. В Княжестве Монако это самые низкие показатели порядка 2 промилле. Самые высокие, выше 100, 100, 117, это страны Центральной Африки и Афганистан. В США показатель младенческой смертности составляет 6,2 промилле. В России, в Российской Федерации, по данным прошлого года, чуть больше 5. Основные причины роста смертности в 2016-м – увеличение числа детей, страдающих врожденными пороками развития, в том числе недиагностируемыми современной аппаратурой, а также рост числа случаев отказов у женщин, у плода которых был выявлен порок от прерывания беременности. Первое место в структуре летальных исходов у младенцев в областной клинической больнице, как и в целом по России, занимают рожденные аномалии. На их долю приходится более 40%. Как правило, пороки имеют сочетанный характер. Среди них преобладают пороки сердца, пищеварительных и нервных систем. Таким образом, снижение летальности среди новорожденных является важнейшим резервом снижения младенческой и детской смертности. Для углубленного изучения патологии развития плода в этом году будет закуплен новый аппарат УЗИ экспертного класса. Медики Центра, который принимает на себя все сложные случаи с новорожденными, не и материнство, и детство, проводят углубленные генетические исследования. В 2016 году было выполнено около 8,5 тысяч исследований у беременных женщин. Выявлена группа риска на рождение детей с хромосомной патологией 108 пациентам. Им проведена углубленная диагностика, по результатам которой было прервано 38 беременностей с грубыми врожденными пороками развития и хромосомной патологией плода, что позволило предотвратить рост показателя младенческой смертности на 4 промилле. Ивановские врачи констатируют снижение количества преждевременных родов на 6%. Отмечают, что за последние три года случаев смертей женщин во время родовспоможения не зафиксировано. Мы действительно отмечаем случаи домашних родов. В 2016 году их было 33. Слава Богу, все закончили с рождением живых младенцев. Оперативно сработали и бригады скорой помощи, и реанимационная бригада неиматеринства и детства. Случаев младенческой смертности в результате домашних родов в прошлом году у нас не было. Уровень младенческой смертности зависит не только от работы медиков, но и от социального положения семьи. Доля неблагополучных родителей, лишенных прав или злоупотребляющих алкоголем, меньше 1% от общего количества. Тем не менее, такие есть, и к ним приковано внимание сотрудников полиции, органов опеки и профильного департамента. Контроль за наличием питания, одежды, обуви, средств ухода и личной гигиены, соответствующих возрасту ребенка. За своевременным прохождением ребенком плановых медицинских осмотров и, конечно, поведением родителей в быту. Социальным патронажем охвачено 186 неблагополучных семей в период беременности и первого года жизни новорожденного. Оценивая результаты работы, хочу отметить, что ни в одной из взятых на сопровождение семей не зарегистрировано случаев младенческой смертности. Губернатор призвал руководителей муниципальных образований наладить неформальную работу по выявлению семей и детей, находящихся в социально опасном положении, активизировать взаимодействие с комиссиями по делам несовершеннолетних. Также тема эта приобретает актуальность в связи с тем, что президент страны объявил 2018 и 2027 годы десятилетиям детства. Мария Смирнова, Андрей Семивоков, РТВ Иванова.